Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Это вторая часть видео нашего путешествия по Приморью с моим мужем. Если вы не смотрели первую часть, сейчас будет подсказочка вот здесь, обязательно посмотрите сначала её. Там про Владивосток, про природу невероятную, про места, где поесть, про деликатесы, про вообще вайп, про всё-всё-всё-всё. Такий, это видео не про тебя. Зай, хватит быть героем каждого видео. Друзья, я хочу ещё попременять на мою сеть литвы. Так вот, то видео более подробно про сам город Владивосток, а это видео про наши три последних дня в Приморье. Мы уехали на три дня из Владивостока, уехали на север Приморья и изучали его. Вы спросите, Яна, а почему вы вообще решили лететь во Владивосток и в Приморье? А я вам отвечу, друзья, Инстаграм творит чудеса. Где-то полгода назад я подписалась на ребят, которые организуют туры по Приморью, посмотрела у них рилсы и такая, Офигеть, это что, Россия? Я туда хочу. Хотим? Делаем. Всё просто. Мы с мужем прилетели, посмотрели эти нереальные красоты. Мы были в Атрите год назад, и там вот эти скалы Нормандии, знаете, вот эта вот красота. Ребята, в России места не хуже. Посмотрите этот влог и убедитесь в моих словах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На пятый день нашего пребывания в Владивостоке мы уехали на север Приморья. Первая остановка была страшно красивое озеро в Кавалерово. Страшно оно в прямом и в переносном смысле. Дело в том, что данный водоем – это заброшенный горно-богатительный кабинет, и вода в этом озере отравлена. Нам рассказали, что здесь на сапе каталась женщина с дочкой, и они перевернулись и умерли, потому что водичка ядовитая, они, короче, захлебнулись и не смогли выбраться. Все три дня мы были в дороге и ощутили на себе все прелести российских дорог. Следующей точкой для нас стала Рудная пристань и маяк Рудный. У нас снова подъема. Поднимаемся к маяку Рудный. Такие красивые скалы. Мы поднялись к маяку. Здесь Василий говорит, что впервые в жизни трогает маяк. Из-за ветра ничего не слышно. Да, он очень любит маяки. Его для него вот такое guilty pleasure. Посмотрите, потрогать настоящий маяк. Спустились. С кайфом. Причесон у меня капец сегодня, конечно. Красивая буфта такая. Мы начали это видео с темноты. И сейчас заканчиваем тоже в темноте. Мы заселились. 16 часов в дороге, ребята. 16 часов мы ехали. Капец. Такой у нас номер. Роскошный, красивый. Лоджия просто. Пушка огромная. Так, мы только заехали. Вот все наши вещи. И Василий просто достает все, что мы с собой привезли. На самом деле, мы не знали, что будет холодильник. Если бы мы знали, что будет холодильник, но мы не знали, что будет холодильник. Если бы мы знали, что будет холодильник, мы бы столько сюда привезли. Знаешь, надо это сказать. китайское пиво непонятно что за пиво китайское пиво это какое-то супер дорогущее пиво 700 рублей стоит я сейчас расплакалась когда мы его купили хугарден классика козел классика вот это грин бар это мое обожаю вообще лимонад вот это interesting что будет а у нас кстати ты знаешь что то что я это показывает контент 18 плюс вот эти две дорогущие бутылочки вот эти мы вчера купили для меня крафтовые ну вот это нам на 2 дня кстати нормально выгодит good morning нового дня проснуться с таким видом ребята как и 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 а и и и выступают в роли наших поваров они же нам готовили вчера ужин мы ели макароны по-флотски и о дождь начал капать только мы вышли из номера и также они нам сейчас готовят завтра в первый день нас кормили омлетом с сосисками и сыром было довольно вкусно единственное я стеснялась снимать при других ребятах поэтому кадров совсем мало честно я не понимаю как эти машины проезжают потому что мы сейчас ехали по бездорожью полнейшему первой локации этого дня был маяк болюзек эта локация наверно покорила нас больше всего потому что дорога до него была по отвесной скале вася вася ты не уходи без меня потому что я не пойду без тебя они заставляют меня ё твою мать это история про то как я попала в зомби апокалипсис о блин прикинь поехать упасть и туда уехать на видео не видно но вот здесь обрыв и мы идем вот прям просто по обрыву идем до маяка просто посмотрите мы только что вот стояли вот здесь вот дети или девочки стоят как бы это просто скала от весна я офигеть вот василий идет уже ко мне зая осторожнее так переживаю я бы хотелось быть смотрителем маяка где-то три недели знаете так вот сидишь там что-то делаешь книжку читаешь единственное что маяки все военные объекты и поэтому ты как бы фактически на самом деле служишь и у тебя наверняка больше обязанности ну конечно к чему книжку почитать локация просто вау если честно этот лес деревья маяк эта история про то как я попал в зомби апокалипсис выживал среди обрывов слушай в отрите нет таких скал зай вот это знаешь почему похоже что газоны ровные вот если были везде ровный газон и везде было как в отрите реально здесь очень похоже того что холмы и ровный газон меня еще напоминает вот это вот смотри огородик как мини-версию это в фильме рагу дадена буфона конечно здесь снимали вот здесь снимали рецепт любви знаете вот здесь вот на вот этом огородике собирали еду и готовили вот в этом домике 100 про просто муж уже поднялся на маяк господи почему так красиво почему так красиво просто вау за и второй маяк до которого можно дотронуться там хочешь пластиковые окна ребята маяк на современный манер просто вау ой зая можно отсюда камешек взять с маяка но этот маяк прям роскошный конечно просто вау был тоже атмосферный это пластиковые окна как будто чуть портит мне я между взял локацию мне кажется надо вот выбрать какой-нибудь вот этот красивенький хорошенький мой муж меня пофоткал и сейчас идет ко мне вот эта локация просто на 15 10 реально вот просто для меня на уровне бюса мне очень понравился полуостров бюса вот этот маяк болюзека я посмотрела называется маяк болюзек просто восхитительная красота просто его дорога до него вау и он вау просто а не давайте вот так вот на фоне муж мужем ему больше всего понравилось понравились мельские котики смотрите там внизу люди гуляют по пляжу как-то спустились значит можно спуститься мы приехали на мыс четырех скал закидка конечно ребят на дальнем востоке просто приколдес какая красота дождик пошел ой как красиво это где мы мы на мысе четырех скал вот что и скалы это я на мысль хеллоу как у вас идилийские друзья у нас вот так пойдемте ребят дальше проведу вас покажу красоту еще где вы еще такое то увидите 9 часов лететь 16 часов ехать василий говорит блин как прикольно здесь вот просто посидеть на скалы посмотреть также люди которые около нас ждут когда мы уйдем чтобы сфоткаться прикольно здесь на спальчиком погулять ребят ставьте лайк подписывайтесь на канал если хотите также своей собакой по берегу четырех скал погулять как будто риф так ребята вот здесь вот очень резкий и узкий подъем и там сыпучка и я говорю что мы туда не пойдем не да и можно но не нужно давай мы будем адекватно смотреть на вещи потому что это пипец потому что вот обрыв добрый вечер и вот обрыв добрый вечер и здесь как бы не ну зачем я могу подняться с такими рисками не не вообще спускаться как разбегусь и прыгну туда зачем а зачем вообще сыпучка то зачем нам по ней идти слушай ты не можешь сейчас просто очень сильно присесть и сразу прыгнуть туда наверх давай попробуем подожди подожди да я отойду давай попробуй прыгнуть почти зай почти друзья мы спустились к берегу на самом деле мы снимали потому что спуск был очень опасный мы просто спускались прям вот по этой скале вот здесь ха-ха-ха-ха что там нашел да да я говорю мы вот прямо оттуда вот лезли вот оттуда 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 снимать было неудобно мы руками за скал и держались вот здесь смотрите ежик мертвый его наверное кто-то поймал и съел потому что внутри его нет либо он высох уже да очень холодная похоже на баренцево море в мурманске кстати ссылка на влог из мурманске сейчас появится слева ой справа похоже или нет а я там не чувствовал ничего у меня там рука настолько отморозило что когда я в ледяную воду и опустила вообще не чувствовал такой ваше тепло ребята прыгаем купаемся плаваем было минус 35 муж забрался на камень опа очень интересно сколько мы здесь ходим потому что мы здесь одни вообще никого нет и без нас не уедут я думаю поэтому нормально гуляем потрясающее место красиво так ты кого тут встретил мой знакомый мистер пляшка ты хочешь фото на пленку да давай щас щелкну смотрите какие трещины стало обалдеть заяча зарухнет на ней все держалось просто я скалу разломал возьмем с собой же домой большая да давай возьмем теперь надо бежать пока не пока все не рухнуло ребят смотрите кто-то строил пирамидки и меня осенило я же тоже могу построить пирамидку загадать желание а когда пирамидка рухнет она исполнится кто не смотрел блог из безенков вот здесь будет ссылка смотрите там просто мой первый поход пушка бомбы там я узнал что надо строить башенки из камней короче лайфхак надо строить башню максимально неустойчивую чтобы она поскорее рухнула ваше желание исполнилось мы сейчас попробуем это сделать кажется что я не настолько неустойчивый все таки ну хочешь чтобы скорее желание исполнилось но все таки надо иметь совесть ну ладно малышка как это стоит максимально неустойчиво очень красиво как мальчики птицы в конце пирамидка удерживающая мировое равновесие у нас уже готовы здесь столик еда я давно с собой кипяточек есть вообще полный кайф мы приехали на новую локацию к какому-то просто фантастическому камню большому вот подскажите пожалуйста расскажите как вообще вот эти дырочки образовались на такой огромнейшей глыбе просто непонятно вообще что это место волшебное очень красиво не 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 вот вот нет нет не надо переживающие туристы обалдеть о там деньги валяются где в яме уже пачка не реально развернись не туда бери вот 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 да все а ребята с предыдущего включения прошло уже очень много часов мы короче поужинали нас накормили пловом и мы пошли в баню с Василием пошли четверо мы с Василием и еще парочка одна и мы вдвоем купались в холоднище море просто в ледяном 10 градусов и мы после баньки вдвоем ходили опускались вниз поднимались и потом в конце девчонки пришли нас снимать какие мы отбитые ребята ну ладно вставить видео я конечно вставлю сейчас будет вставка вот она героиня я иду второй раз ребят водичка и вот если не считать что после дождя 10 градусов на улице все в шубе а так вообще ребята купаемся отдыхаем если что не я переживу и так мои перья и перья ну да 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 аккуратно ступай да но здесь как будто вода прозрачная вот она морж вот она тюлень заходим без препятствий в любую воду в огонь и воду и кстати вообще не пили свежие бодры на здоровье вот так до завтра доброе утро на том же месте мы уже проснулись собрали свои вещи время 9 11 утра в 9.30 у нас завтрак мы короче хотели проснуться на рассвет и в итоге не проснулись я заводила будильник выглядывала в окошко заводила будильник выглядывала окошко и красного зарева не было вообще то есть как будто день просто настал вот и мы короче не стали вставать сегодня у нас день выезда мы сейчас завтракаем потом поедем в какую-то бухту и будем направляться уже во владивосток нам ехать туда очень долго мы приедем часам к 11 вечера только потому что сюда на турбазу мы ехали 16 часов вот так ребяточки сегодня день в дороге последний день наш отпуск завтра мы улетаем но совсем другое дело имбовый 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 ребята мы хотим немножечко обсудить каких-то прикольных моментов пока мы здесь пока у нас есть время проведем его с пользой хочется разведить несколько мифов хочешь сказать что нам больше всего понравилось давай скажем про крабов был миф такой что здесь крабы очень доступны вообще морепродукты доступны что ты скажешь на это нашим любимым подписчикам но это не совсем так в том смысле что здесь явно есть дешевые места в которых можно купить крабы морепродукты вчера нам сказали что они браконьерские ну да да браконьеров просто в подпольных ловках нужно знать где эти места находятся потому что если ты не знаешь таких людей то так просто Если ты не знаешь таких людей, но ты не знаешь таких людей. Если ты просто заходишь в магазин или в ресторан, то, мне кажется, цены практически московские. Да, мы вот когда сидели в ресторане «Миллионка», там, короче, килограмм краба стоило 5500. Ребят, надеюсь, вам слышно. Я спросила, насколько тянет один краб, и сказали килограмма три. И то есть 5500 умножить на 3, ребята, как бы мы отказались от поедания краба. Ну, посмотри, сколько в Москве. Давай вот сейчас появится несколько ценников на крабы в Москве. Ну, просто в каких-то московских ресторанах вроде интересных. Также хочется сказать про природу. Она прекрасная, она восхитительная, она очень классная, но есть большое «но» — это дороги. Да, добраться никуда невозможно. Даже если у тебя есть своя машина, скорее всего, тебе будет очень сложно добраться на некоторых локациях, потому что дорог просто нет. Мы едем на старых машинах в Mitsubishi Delica. Это такие внедорожники, очень кайфовые, кстати. И вот на них можно доехать. На своих машинах, даже на легковушках вообще всё равно не доберёшься. И если ты разберёшься, куда ехать, если ты проедешь просто по плохим дорогам, то вот прям к самим точкам, скорее всего, надо будет всё равно идти пешком несколько километров, потому что очень сложно добраться. Да, я сейчас вставлю видео, как мы вчера нас закидывали на одну локацию. Вот. Просто, когда я снимала это видео, там вот кирпичи летели из-под колёс, и там, ну не, машина просто не проедет, физически не проедет, и поэтому, да, до некоторых локаций просто невозможно доехать. Пока-пока, номерочек, пока-пока. Грузим вещи свои. Василий уже сидит в нашей машине. Как твоё состояние? Настроение? Мы ехали на бухту Дубовая, и сейчас заехали на видовую площадку, а потом поедем на бухту Дубовая. Блин, так красиво. Ребята, как же красиво. Ты как? Устал в дороге уже? Ну... Немножечко покекал? Да, немножко покекал, подрыв. Приехали к кекурам, идём к ним по песку. Я иду босичком, чтобы кроссовки не замарать, они у меня бедненькие, так уже на ладан дышат. Мы идём, вообще-то, над нами здесь скала. Добрый вечер. Я иду босиком... Прикольно. Да? О, ёптвою мать, лучше не смотреть. Я иду босиком, и говорю, Вася, прикинь, сейчас будет рушиться скала, я не смогу даже побежать, потому что я босиком, мне больно идти. Он такой, я тебя подхвачу на руки. Ну, конечно, да, подхвачь. Очень-очень хочется здесь покататься на сапах, поплавать. Просто плюс один в копилку желаний сквозь эти скалы походить на сапах. Просто вы посмотрите на это. Это вау. Просто вау. Как тебе босиком идти по бежать? Больно, очень сильно. Я не дошла. Очень больно. Зато виды. У нас уже остановка, мы в дороге около четырех часов, направляемся во Владивосток. Снимать нечего, поэтому мы просто едем. Просто едем. Такое солнышко прекрасное. Такой-то колоритный фон. Эффектно. Ну что, ребята, мы пропали, потому что мы поспали шесть часов и уже приехали в аэропорт. Сейчас будем вылетать. Погода, конечно, максимально плева для полета. Сильный ветер и дождь. В аэропорту Владивостока тяжелый люкс. Можно не стоять огромную очередь, где все регистрируются на рейс и сдают багаж, а заранее зарегистрироваться на рейс на сайте. И онлайн сдать багаж, ребята. Это вау. Просто вау. Онлайн сдачных багажей нигде вообще не видел. Нигде мили. Можно проходить. Вы сами зарегистрировали самостоятельно. Но сдавать багаж самостоятельно. Мы сделали просто это за секунду. Да, и полночень. А там стоит вот очередь просто огромная. Ребята, интересная информация. Мы уже сидим в аэропорту и по дороге, как мы ехали в аэропорт, посчитали наши траты, сколько мы потратили на все путешествие во Владивосток. Начнем с того, что мы летали в Японию. Это весной ровно на две недели. Мы были в Японии 14 дней полных. Мы потратили 200 тысяч человека. Перелеты, проживание, вся тусовка в Японии, все вышло в 200 тысяч человека на 14 дней. Но, скажем, я потратила 220, потому что за 20 тысяч я покупала свои там кроссовки, какую-то там, ну, короче, шумать ее в Юнико. Кстати, кто не смотрел влог большой из Японии... Обязательно вот здесь вот сразу переходим после этого. Там час блаженства и великолепия вас ждет. Так вот, сколько мы потратили на отдых во Владивостоке? Мы здесь были 7 дней. Ровно 7 дней. Ну, полно. Чуть-чуть больше, наверное, до сегодняшнего утром. Ну, да, 8. С хвостиком. На двоих мы потратили 220 тысяч с небольшим. Чтобы быть точным, 223,167. Да, у нас подсчеты до каждой копеечки. Ну, мы просто посмотрели траты в банке и поэтому все сложили. Да, вот. И получается, что если бы мы приехали сюда на две недели и в таком темпе здесь жили, то практически... Не практически, а это было бы точно как в Японии, а возможно даже чуть-чуть дороже. Мне кажется, что все равно, когда у тебя есть твои российские рубли, то ты просто не думаешь. Ты просто прикладываешь карту и постоянно тратишь, тратишь, тратишь. Мы думаем с Васькой, что вот люди, которые едут в Турцию, например, поменяли валюту. У них ограниченное количество этой валюты. Все. Ты, ну, все, ты рубли, ну, сложно поменять. И плюс еще конвертация, не хочешь ты за конвертацию отдавать деньги. А здесь, вот на российских пляжах во Владивостоке, вообще где угодно в России, у тебя карточка всегда с собой, у тебя денежки всегда с собой. И поэтому ты берегов как будто бы не ощущаешь, не видишь, и можно уйти далеко нормально за пределы дозволенного. Но у нас, кстати, мы вообще себя нормально держим в руках. У нас нет такого, что... За 200 тысяч. Ну, нет, нет такого гулярванина. То есть люди, бывая за 200 тысяч, бутылочку вина себе позволяют. То есть... Ну, это правда. У нас вот самая большая трата была, это мы посидели в ресторане вдвоем, мы потратили 4 тысячи, это на нашу годовщину. И это, да, это вообще нормально. Ну, в общем, одно можно сказать точно, что путешествовать по России не так дешево, как иногда кажется. Условная поездка в Турцию, в all-inclusive и даже в неплохой отель, плюс не 5 звезд, да, но 3-4, будет 100% дешевле, я думаю, чем поездка по России. А если вы еще горячий тур какой не купили, то это будет просто в 5 раз дешевле. Так что это тоже небольшой какой-то миф, что в России так дешево путешествовать. Вообще... Нет, ты чего? Нет, это уже не миф. Вы же все знают, что в России очень дорого. Даже, ну, понятно, что Камчатка, там Сахалин, какие-то дальние точки. Ну, в принципе, и море, конечно, тоже далеко. Но в любом случае не дешево, нигде сейчас уже практически. Как-то так, кому интересно было по деньгам, вот здесь сейчас... Зай, сделай ладошку. Вот здесь сейчас прикрепим скриншот моей заметки, там все подробно расписано, сколько стоят наши туры, сколько стоят перелеты, жилье и так далее. Как у тебя состояние? Настроение бомбовое. А настроение? Настроение кайф. В целом, я бы писал поезд бомбовый экстрас. Интересно, что вообще город живет, наверное, не только в Владивостоке, наверное, многие города на Востоке живут не по меркам Москвы и Центральной Европы, потому что они больше Азия-центрированные, они живут вместе с Азией по одному времени, у них машины все азиатские, у них товары все азиатские, и это так странно, ты как будто бы находишься в России, но это другой мир, здесь люди просыпаются даже в другое время, засыпают в другое время, здесь все по-другому.